Впереди у нас длинные каникулы, и все первоуральцы их, конечно, с нетерпением ждут. И, значит, уже сейчас нужно задуматься о том, как провести новогодние праздники. Ну и, конечно же, лучше не все время есть, лежать и смотреть телевизор, а иногда хотя бы выбираться все-таки на улицу на прогулочку. И вот почему бы не прогуляться, например, на лыжу? Ну и даже если у вас, в принципе, нет никакого снаряжения, его же всегда можно взять в аренду в Первоуральске и прогуляться по нашим окрестностям. Вот мы сейчас и предлагаем совершить прогулку от базы «Бодрость» и познакомиться с главными достопримечательностями северной части нашего города. Активность, бодрость и морозный воздух – вот что необходимо после длительного новогоднего застолья. А вы видели цены на авиаперелеты? Вот и мы утерли нашу скупую туристическую слезу и решили прогуляться, да еще и на лыжах. А кататься будем на самой популярной трассе, которая находится на севере Первоуральска. А заодно и познакомимся с местными достопримечательностями. К слову, не торопитесь расстраиваться, если у вас нет лыж. Их всегда можно взять на прокат на местной лыжной базе. На старт, внимание, поехали! Первая достопримечательность расположена на самом старте тропы. Это храм великомученицы Екатерины, покровительницы уральской столицы и всей Екатеринбургской епархии. Первых прихожан он принял в 2012 году. Храм расположился в красивейшем месте, окруженном хвойными лесами, образующими естественный коридор, уводящий путника на север. Здесь же расположена стартовая площадка лыжной базы, где для отдыхающих предложены несколько вариантов трасс разной длины – от 1 до 10 километров. Погода отличная, птицы поют, настроение замечательное. Трасса несложная, есть небольшие подъемы и комфортные спуски. На одном из них останавливаемся, чтобы познакомиться со следующей достопримечательностью. Здесь под толстым слоем льда скрывается небольшой, но живописный водоем. Как утверждают старожилы, это старинный затопленный железный рудник, который со временем превратился вот в такое озерцо. Ходят слухи, что в нем водятся ротаны весом аж до 2 килограммов. Здесь же расположена площадка для спокойного отдыха, особенно пользующаяся популярностью у первоуральцев в летнее время. Продолжаем нашу прогулку. Кстати, в восточнее лыжни находится неприметная гора Ельничная. Ее высота всего 335 метров. Вершину и склоны горы и по сей день покрывает густой еловый лес, оправдывая ее название. В 1760 году именно через нее прошла дорога от Шайтанского завода до Пильной мельницы. А еще она дала название району Первого Райска Ельничный, который появился в середине прошлого столетия. Но вернемся на лыжню. Через несколько сотен метров на пути небольшая деревянная конструкция. Это родниковый домик. Здесь расположился ключ самоцветы, также известный как родник лесника. Говорят, что когда-то в этих краях стоял домик, смотрящий возоблатиной верхней Шайтанского пруда. Именно он и оборудовал деревянным срубом родник, из которого затем стали брать воду спортсмены, рыболовы и туристы. Позже к роднику прикрепилось название самоцветы за чистейшее дно из кварцитов и перитов. Правда, в зимнее время он перемерзает. А вот и верхний Шайтанский пруда. Руд, появившийся в середине 18 века при строительстве очередного Демидовского завода. Правда, он был разрушен в год Гражданской войны. Теперь же водоем используется для водоснабжения Первоурайска. Питают его несколько рек и ручьев. Большая и малая Шайтанки, Мариинская и Пильницкий лог, являющиеся вторым отдельным руслом реки Ельничной. Эта водная артерия раздваивается между горами Пильная и Мокрая в нескольких километрах отсюда, что является довольно уникальным явлением. Если вы чувствуете в себе силы, то отправляйтесь дальше. Причем направлений множество. Отсюда есть лыжня до расположенных неподалеку гор Пильницкого хребта из Весной и Мокрой. Можно добраться и до горы Котел, где установлен географический знак Европа-Азия с целующимися голубками. И далее до железнодорожной станции Таватуй. В общем, посвятите хотя бы часть своих новогодних каникул активному отдыху. И не сидите дома. Путешествуйте.